И новому детскому саду быть, и о территории двора позаботиться. К такому компромиссу пришли городские власти и жители дома по улице Шверника, 14. Именно в их дворе планируют построить дошкольное учреждение на 132 места по национальному проекту «Демография». Сначала жильцы переживали, что детский сад займёт всю свободную территорию, включая игровую площадку для малышей. Но жители успокоили. Благодаря благоустройству двор станет только лучше. Сегодня жители воочию на схеме убедились в этом. Пространство для жизни в этом дворе будет обеспечено комфортно. Светлана Зотова живёт в доме на Шверника с конца 80-х. Говорит, что сейчас пространство никак не благоустроено. Большую часть занимает парковка. Женщина за то, чтобы во дворе появился новый детский сад и благоустроенная территория вокруг. Если это будет всё организовано, красиво сделано, почему бы нет? Я считаю, что нужно. Потому что есть жители, которым, естественно, он не нужен, потому что дети у них выросли, очень много пенсионеров. Но также у нас много молодых семей, у которых есть маленькие дети, есть беременные женщины, которым этот садик нужен. В городском департаменте образования отмечают, что новый детсад поможет существенно разгрузить очередь детей в дошкольные учреждения. Нам очень жизненно необходимо строительство данного детского сада. Мы просто выходим тоже с инициативой, родители обращаются, и мы ждём этот детский сад, когда наконец-то он будет построен. И дети не только ясельного возраста, но и всех возрастов смогут посетить новое, хорошее, современное здание. Владимир Павловский – отец двоих детей, младше и дошкольного возраста. Семья живёт через дорогу от планируемого нового детского сада. Сейчас Владимир вынужден водить ребёнка в частный садик, который ближе к дому. Но это ощутимо бьёт по карману. Я проживаю в этом районе, я, конечно, столкнусь, как и многие наши жители, с тем, что детских мест в дошкольных учреждениях реально не хватает. Я категорически за то, чтобы детский сад был. Жители рассказали, что хотели бы видеть в своём дворе также организованные парковочные места, спортивное круглогодичное мини-поле, лавочки, урны, дополнительные тротуары. Все предложения собраны, на этой неделе будут запротоколированы и закреплены подписями членов инициативной группы жителей. Новый детский сад наш верника появится уже к концу лета следующего года. Мария Левина, Максим Гусев, События.